Девушки отдыхают Спасибо большое разработчикам игр, пусть даже совсем уж таких, знаете, олдскульных и пиксельных, которые, как ни странно, мониторят YouTube на наличие отзывов об их играх и как-то реагируют. Поверьте, когда разработчик вообще в принципе реагирует на критику, даже если эта критика очень поверхностна, очень субъективна, это дорогого стоит. Поэтому лично от меня большое спасибо всем таким разработчикам и почему я об этом заговорил. Буквально вчера мне написал один из представителей как раз вот всей этой династии разработчиков. Одной из игр, которая попала ко мне в рубрику в новинке в Steam, он оказался недоволен тем, что я оценил его пиксельное творение как шлак, потому что, ну, если это пиксельная игра, это не означает, что она плохая. Естественно, как я уже вам, дорогие друзья, все объясняю, также я объяснил этому замечательному человеку, я сейчас говорю без сарказма, человек действительно оказался адекватным, поэтому он и является замечательным лично для меня, что эта оценка, она субъективна, она моя. Ребят, я не люблю пиксельные игры. Это не значит, что игра действительно прям вот ужасно 100%, ее точно трогать не надо. Меня многие об этом спрашивают, что, Джет, игра правда вот такой прям шлак? Нет, ребят, она для меня шлак, вот лично для меня, как для игрока. Я не хочу играть в пиксельные игры, в то время как у нас существует огромное количество, мало того, что просто качественных, допустим, 2D-платформеров, которые нарисованы красиво, современно, соответствуют понятию креативности, но и огромное количество AAA-проектов, которые соответствуют и отвечают 2017 году, которые за окном на дворе. Поэтому мне не хочется возвращаться вот в те времена, когда картинка была квадратик на квадратике. Отсюда мои субъективные оценки подобным играм. Ребят, если вы со мной не согласны, вы можете просто написать свою точку зрения, вежливо и грамотно, и поверьте, это очень-очень будет оценено с моей стороны и с стороны всей команды, которая со мной работает. Ну и второй вопрос, который часто мне приходится отвечать и с которым часто я сталкиваюсь, это то, что многие зрители пишут и говорят, Джет, у тебя классная рубрика, блин, но ты 45 минут или час почти болтаешь, это чрезмерно много. Просто ты обязан сделать выборку, ты обязан проанализировать все до, ты обязан написать сценарий и за 5 минут рассказать о лучших там 5 или 10 играх. Ребята, я никому ничего не обязан, давайте начнем с этого. Моя рубрика появляется и является тем способом подачи информации, который я хотел сделать изначально. Мне нравится то, что я сижу и рассматриваю игры при вас, мне нравится то, что я делюсь с вами этой информацией, мне нравится то, что я вам высказываю мое субъективное мнение, но вы можете его как принимать, так и не принимать. Мне это нравится. Я не собираюсь делать так, как делают все блогеры, когда они прописывают сценарий и за 5 минут по-быренькому рассказывают вам о десятке или о двадцатке новых игр. Я не буду так делать, ребят, когда вы наконец-то это поймете, это уже 33 выпуска, 33 выпуска, мне долбят, долбят и долбят в личку. Ребят, хорош, серьезно, давайте относиться с пониманием к ситуации, я не блогер, я стример, я вживую с вами общаюсь. И мне нравится то, что эта рубрика живая, я надеюсь очень на ваше понимание и если будут появляться снова такие вопросы или рекомендации, давай я тебе подскажу, как правильно сделать, я вот все знаю. Друзья, давайте вы мне будете подсказывать только в том случае, если вы реально имеете канал свой, у вас на канале, допустим, 30-40 тысяч подписчиков и вы хотите помочь мне, моему каналу продвинуться. В этом случае я вам предлагаю другую вещь, ребята, давайте устраивать коллаборации, мы играем вместе, ваш канал видит меня как молодой начинающий канал, как молодого стримера и люди подписываются на мой канал, они смотрят меня, пишут мне критику или поддержку и вот это будет лучшая поддержка с вашей стороны, ребяточки. Я очень надеюсь на ваше понимание. Игорь, привет. Все, я высказал все, что хотел, подписывайтесь на мой твич и ютуб канал, вступайте в группу вконтакте и на платформе стим, все ссылочки есть в описании, не забывайте на ютубе нажимать колокольчик. Поверьте, это очень сильно спасает тех, кто хочет получать вовремя оповещение. Все, я переключаюсь на браузер, наконец-то я выговорился, все, что хотел сказать, я вам все сказал, надеюсь, вы меня простите и поймете. Итак, чего у нас сегодня есть или чего у нас сегодня нет? Давайте смотреть DLC-шечка, нам она интересна или не интересна. И Rage Parking Simulator 2017. Ну и вот выглядит она так, что... Ну вот, ну правда, ребят, ну как я вот это могу оценить на, например, сказать, это годнота, да? Да, допустим, если даже в игре классная идея, да, вот сама концепция, допустим, что автор каким-то образом, хотя такого быть просто не может при такой визуализации, создал невероятнейшую, просто шикарнейшую механику игры. Ребят, серьезно, я физически не могу сказать, что это прям годнота, ну это не может такого быть, да? Я тут даже на среднюю оценку ничего не оценю, потому что, ну, во-первых, вид сверху, это ладно, я люблю такое. Но это же, блин, ну посмотрите, как нарисовано. Если я сейчас сяду, если я сейчас сяду и заценю, точнее, заценю, ну да, все правильно, любой софт по созданию игр, я примерно то же самое могу нарисовать, вот приблизительно то же самое. Это не будет шедевром и будет стрёмно, если я буду потом предъявлять вам, что вы не оценили мою игрушку. Мне говорят, давай посмотрим ролик. Нет, Миша, приветствую, да, я не буду смотреть ролик к этой игре. Разрабы заявляют, что это казуалка инди, русского в наличии нет, только английская игра для одного человека, ну и стоимость игры, благо себя оправдывает, 24 рубля, друзья мои. В общем, Rage Parking Simulator 2017, моя оценочка, шлак, и я даже ролики не буду здесь смотреть, друзья. Не будем тянуть время зря. Далее у нас идет DLC-шечка и игра под названием Ensectophobia, эпизод 1. Ну и вот это, видимо, какой-то ужастик, да, наверное. Ну да, ужастик. Причем такой ужастик от души прям нарисован, как самый настоящий ужас. Давайте посмотрим промо-ролик. Тут получше, чем в предыдущей игре. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот на этой приятной ноте мы как раз закончим. Миша пишет, клевая игра, стопроцентный шлак. Ну, ребят, ну вот вы понимаете теперь, почему я ставлю оценку шлак? Не потому, что игра прям плохая, а потому, что когда я вижу то, что мне не нравится, я это плохо оцениваю. Если я вижу то, что я вижу, и мне это нравится, даже если это всем не нравится, то я поставлю оценку лучше. Сугубо лично, друзья, поэтому, пожалуйста, относитесь к этому с пониманием и ставьте свои сугубо личные оценки и делитесь ими со мной. Мне будет любопытно, пишите обязательно в комментариях о том, какую оценку лично вы бы, например, поставили какой-то игре, с которой вы, например, не согласны. Ну, или согласны. Да, ну, короче, здесь вообще жесть, разработчики пишут, что это экшен. Приключения, мне очень нравится, как вот просто засрали этот жанр приключения. Обожаю просто. Экшен, приключения, инди. В наличии 17 языков, 17, блин, языков, включая русский. Игра для одного человека, стоимость игры 26 рублей. Скажите мне, почему игры за 25 рублей, 26 рублей переводят аж на 17 языков, а игры стоимостью 600 рублей, 900 рублей, иногда и даже полторы-две тысячи переводят, например, только на английский, немецкий и французский, а русский и не делают. Ну, вот как так? Почему дорогущие игровые проекты, они переводятся на парочку языков, а капец, какие дешевые переводятся аж на 17, иногда и бывает 20 языков? Да я вам скажу почему. С целью продать хотя бы одну, две, три копии в любой стране, неважно где, хоть куда-нибудь бы ее продать, разработчик это делает и пытается на этом заработать хотя бы 20 рублей. Это бред. Google Translate языков даже больше, ну, я согласен. В общем, инстектофобия эпизод 1, друзья. Шлак, это 100%. Далее у нас VR-игрушечка DLC и игра под названием Clicky. Clicky! Давайте посмотрим, что это такое. Clicky! Ну да, выглядит она, конечно, как самый настоящий Clicky. Это называется «Глаз радуется, когда я совершенно не вменяем». Вот примерно из этого разряда игрушка. Разработчик пишет «Казуалка и Индия». Английский в наличии есть, русского нет. Игра для одного человека 24 рубля. А вот этот разработчик, вот смотрите, сделал игру за 24 рубля, но только один язык добавил, английский. На столе добавлять не стал. То есть он даже Google Translator пользоваться не стал, ему это не надо. Вот такая вот игрушечка. В общем, Clicky! Моя оценочка шлак. Далее. Миша пишет «Такие игры могут быть выгодны, так как могут быть карточки, покупаешь за 26 рублей, а потом карточек на 50 продаешь». С экономической точки зрения я полностью с собой согласен. Да, и это правда. И у меня даже было парочку игр, которые мне присылали на оценку. И они отвратительными оказались, и цена у них никакущая. Но за время стрима, который я провел, я делал пару обзоров, я заработал, по-моему, там сколько-то, 5-6 карточек к этим играм. И я их продал, каждую карточку, там по 2-5 рублей в среднем. И вернул обратно где-то 15-25 рублей. То есть, в принципе, прикольно. Почему нет? Далее, игрушка под названием Potentia. Или Potentia. Наверное, Potentia все-таки, да? Я шучу, конечно. Potentia или... Да, наверное, Potentia. Кстати, по-моему, она у нас уже была в обзоре. Или она очень похожа на то, что у нас уже было в обзоре. Давайте заценим, потому что это написано, что MMO Sci-Fi Arena Shooter. Да, да. То есть, это получается мультиигровая научно-фантастическая арена с элементами шутера. А неплохая анимация. Посмотрите сейчас на анимацию персонажей. А вот убийство вообще жесть. Что это? Миша пишет, смешно уже головой под музыку качать. Ну, в плане юмора здесь, да, я согласен. Именно ролик нарезан забавно. Но, блин, я вот только похвалил за классную анимацию персонажа. То, что он двигается мягко, плавно, вот все аккуратненько. И вот только персонажа убили, я увидел вот такой вот летящий кусок какаши. У меня прям все желание хвалить игру пропало. Это жесть вообще, конечно. Это жесть. Очень жаль. Игра, я так понимаю, экшен, индия, английский в наличии, русского нет. Игра для нескольких игроков. Соло вообще нету. Стоимость игры 94 рубля. Ну, блин, в принципе, да, вот есть что-то здесь приятное в этой игре. И будь это какая-нибудь демка или альфа-версия, я бы еще поверил в то, что ее могут довести до конца. Но, судя по всему, это уже выпущенная игра. Это не там ранний доступ, это не альфа-версия. А это, в свою очередь, обозначает, что доработки какой-то прям вот невероятной в игре стопудово не будет. Поэтому единственное, что есть в игре приятного, что я вот похвалил в первую секунду, это анимация движения самого персонажа, как он ходит, прижимает оружие, да. То есть вот эта анимация есть. Все остальное хрень полная. Локации сделаны чисто условно, кубики с полосочками, при этом сделаны очень некачественно, неприятно. Хотя вот так визуально вроде как тени падают симпатично, да, и кажется, что хорошо. Но нет, когда приближаешь, вон смотришь, видите, серые стены, да, абсолютно блеклые, ужасные. Вот кровь вам, анимация крови, посмотрите, какое-то убожество. Ну и одно то, что тела летают вот так вот, как бумага порванная, это прям отвратительно смотрится. В общем, как по мне, оценочка при такой цене игре, это шлак, к сожалению. И потенция, или потенция, у игры в общем нет потенции, к сожалению. Потенция, моя оценочка, шлак. Далее. Видосик, VR-игрушечка, DLC и игра под названием RoboCriters, да. RoboCriters, ну и вот так это выглядит. Попытка создать игру Worms, только вместо червячков здесь будут роботы, а вся политика та же самая. Мне вот правда интересно, люди действительно не понимают, что есть некоторые визуальные решения для игр, которые они уже были использованы, они уже устарели, и уже не надо это делать, потому что всё, эпоха, когда люди по этому тащились и зависали в этом, она прошла. В это сейчас никто играть не будет. Если и будут, это будут единицы людей, которые настолько любят этот самый олдскул, что, наверное, готовы приобретать всё. Я не знаю, зачем такое создавать. Разработчик пишет, что это экшен, инди и стратегия. В наличии только английский, русского нет. Это исключительно сетевая игра, синглплеера нет здесь. Стоимость игры 109 рублей, скидка 16%, без скидки 129 рублей. Ну, как по мне, друзья, это, ну, это уже не игра, это уже не то, на что надо обращать внимание. Тем более, если мне память не изменяет, Worms'ы были нарисованы намного лучше. Намного лучше, хотя здесь использована та же самая концепция игровая. Я в это играть бы не стал, честно, как по мне, это плохо. Вот моя оценочка такая. Поэтому, RoboCriters, моя оценочка шлак. Далее, DLC-шечка и игра под названием Soul Saga. А она у нас, кстати, уже была. Ещё одна DLC и игра под названием A Tale of Two Kingdoms. Да, давайте посмотрим, что это такое. История, или точнее, сказание о двух королевствах. Да, отлично нарисовано. Вот примерно такие игры авторы пытаются защищать свои и говорить, что у нас интересная игра. Джет, нечестно, когда ты оцениваешь нас как шлак. Ребят, я оцениваю это исключительно со своей колокольни. Несмотря на то, что здесь может быть интересная сюжетка, интересный сценарий. Может быть. Это не факт абсолютно. Но это может быть так. Я вот в такой личной играть бы не стал, потому что визуально это выглядит для меня. Для меня сугубо, ребята, для меня выглядит неприятно. Я на это не стал бы тратить своё время. Совершенно. Не часа абсолютно. Поэтому я и ставлю оценки низкие подобным играм. Жанр приключений и инди. Наличие английский и венгерский. Русского нет. Игра для одного человека. И в наличии, конечно же, как всегда, нет мультиплеера. Цена пока не указана. Но я бы и не стал на такое тратить время. Моя оценочка A Tale of Two Kingdoms. Моя оценочка шлак, друзья. Далее идёт DLC-шка. И игра под названием Redneck Rampage Possum Bayou. Да, Bayou. Bayou, скорее. Redneck Rampage Possum Bayou. И она у нас уже была в обзоре дважды. И опять она появляется в обзоре. Я не понимаю, как их каждый раз, что ли, закидывают на новый день издания. А что, почему она каждый раз появляется у нас в новинках? Хотя у неё дата выхода 98-й год, 1-е января. Ладно. Может быть, это просто оригинал, а до этого мы видели, возможно, ремикс. Я не буду это оценивать. Это слишком старая игра, и нет смысла её сейчас рассматривать. Enter Awakening. Да, давайте посмотрим, что это такое. Enter Awakening. Ну, вот ещё одна игра из разряда полноценного олдскула. Зачем это делается? Зачем столько игр создавать? Ну, это RPG-шка сразу видно. Судя по всему, ходите по открытому миру, приключений, RPG. Вот вам, пожалуйста, живой, добрый цветок. К нему, наверное, можно подойти и спить свою жизнь до дна. Я не в курсе. Разрабы заявляют, что это приключения и RPG. Смотрите, я прям как в точку попал. Два жанра. Английский в наличии, русский монет. Игра для одного человека. Стоимость 67 рублей, скидка 15%, без скидки 79 рублей. Ну, ребяточки, всё вы знаете. Я думаю, я вас сейчас не удивлю своей оценкой. И даже если кто-то мне скажет, что он играл в эту игру, игра крутая, ну, я очень рад за вас. Enter, точнее, Ether, да, Ether, не Enter, а Ether, да. Ether Awakening, моя оценочка, шлак. Далее у нас игра по названию A Hand in Darkness. In the Darkness, да? A Hand in the Darkness. Наверное, это графическая новелла, визуальная графическая новелла, нет? Не написано. Ой, ну да, это ещё и про геев. Отлично. Просто, просто шикарно, друзья. A Hand in the Darkness, моя оценка шлакина, просто невероятный, просто трэш-шак. Далее. An Oath to the Stars, да? An Oath to the Stars. Это у нас... Кстати, что-то подобное уже бывало у нас в рубрике. Прям похоже один в один. Не удивлюсь, если это разработка от того же самого автора. Но ничего нет интересного. Экшен и инди, ну это понятно, как всё традиционно. Английский, итальянский, испанский, японский в наличии, русского нет. Ценника нет, огромный набор возможностей в этой игре. Ну, я имею в виду, что синглплеер, мультиплеер, кооператив, никому это нахрен не надо. Кто вообще в это будет играть, я не понимаю. An Oath to the Stars, моя оценка, шлак. Я в это точно не стал бы играть. Далее VR, VR и игра под названием Cumulator 2, да, или Каймулятор, наверное, Кимулятор. Brother of Time. И это что-то, это походу не игра как, потому что я смотрю тут фотки какие-то. Нет, это типа игра... A French Canadian. Понятно, хрень какая-то, вы уж меня простите, я прям сразу поставлю оценку, можно хрень. Вот, Кимулятор 2, Brother of Time, это прям вот хрень. Это даже не шлак, это хрень некая, я не знаю, что это такое. Далее у нас игра под названием Just Sim, Just Hunter Shooter with Electronic Music. Ага, вот это типа крутая игрец, да, прям такая супер-мега-дрюпер игрушечка должна быть, видимо. Ну да, сразу видно, как ее рисовали. Давайте, если вдруг кому-то непонятно, я включу, конечно, промо-ролик, он коротенький, давайте заценим его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему-то некоторые люди думают, что если добавить хорошую, качественную электронную музыку, интересную, динамичную, то возьми любую какаху и на фоне какахи с хорошей музыкой все будут радоваться и от счастья прыгать и покупать. Я не согласен с такой политикой и, как по мне, это не очень честное использование музыки вообще совершенно. Давайте по порядку. Первое. Автор заявляет или заливает, как хотел сказать изначально, минималистичный твинстик шутер, который сожжет вашу сетчатку яркими взрывами и эффектами. Писать о нем все равно, что танцевать об архитектуре, просто посмотрите видео. Я бы вот сейчас на месте автора такие понты не гнул по той простой причине, что я вижу потенциал у игры. Но игре настолько далеко до вот таких понтов, как мне, наверное, до Китая, если пешочечком пойти, хотя иногда я такие примеры уже приводил. Мне сразу вспоминается игра Atomine, которая у меня была в обзоре на канале. Это точно так же твинстик шутер, в который можно было играть. И он тоже так же минималистичный, но в отличие от JASIM, Atomine имеет действительно красивую графическую составляющую. Автор постарался, и он сделал реально крутой шутер в топ-даун виде, да, то есть вид сверху, который приятно радует глаз. Он не взрывает сетчатку глаза хренью. JASIM игра это то, что можно сделать, если у тебя есть немножко фантазии, но не хватает навыков. То есть есть классная идея, выглядит неплохо, но на этом всё. Игра выглядит стрёмно в плане рисовки, она не доработана, и если бы это была какая-то альфа-версия, которой предстоит ещё серьёзная доработка в плане графической составляющей, я бы сказал, что у игры есть будущее, но это не ранний доступ. Там можно с вами посмотреть, что это релиз. И это означает, что вот в том виде, в котором вы игру сейчас увидели, это то, на что автор способен. Это вот его потолок. Лучше она не станет, а вот увидев вот такое, да, начинаешь понимать, что эта игра, нет, она не классная. В ней есть динамика, в ней есть классная музыка, в ней есть хорошая задумка, и на этом всё. Если бы у автора было возможностей побольше, либо он связался с каким-нибудь разработчиком, который помог бы ему всё это привести в более годный вид, изменить визуальную составляющую, то я бы тогда поставил игре более качественную оценку. Но в том виде, в котором она есть сейчас, это, друзья мои, не очень. Сам разработчик заявляющий это экшены Индии. Ну, это и так понятно. Наличие 15 языков, включая русский, это тоже понятно. Игра для одного человека. Кстати, частичная поддержка контроллера. Оно же ещё не релизнулось, и неизвестно когда. Да, ну, вообще-то оно релизнулось, да, точнее, уже вот автор пишет, что релиз уже скоро-скоро-скоро будет, и, собственно, уже не будет таких глобальных доработок. Когда есть время для доработки, это вот зотики меня спрашивают, зотики, кстати, привет, дружище. Когда у авторов есть время на доработку, они обычно пишут, да, что это какая-то альфа-версия, например. Или что здесь early assets, да, ранний доступ. И тогда ты понимаешь, что игра ещё будет дорабатываться. Но здесь нет информации о том, что это какой-то альфа-проект, что это ещё процесс, там, при альфа-тестировании. Автор пишет, что игра уже готовится к выходу в релиз. Так что я не вижу её будущего, если честно. И лучше она 100% не станет. Кто мне не верит, можете, друзья, добавить эту игру в избранное, да, подписаться просто на неё. И последите за обновлением. К моменту, когда появится вот здесь дата выхода цены, и появится, соответственно, здесь ценник, вы сможете сравнить мои слова, то, что я говорил, мои предположения. И с тем, что нам реально показал автор на выхлопе. И сделать какие-то свои выводы. После этого подумайте, Джет прав или Джет не прав. И вы сможете потом поругать меня, либо сказать, ты был прав. Моя оценочка, just sim, just another shooter with electronic music. Моя оценочка туда-сюда, ближе к шлаку. Потому что, к сожалению, автор не дотянул даже до твёрдой, средней оценочки, до троечки такой стабильной. Не хватило ему навыков визуальных, к сожалению. Хотя в плане музыки и в плане задумки, да, есть что-то. Динамика неплохая, здесь всё взрывается, всё взлетает. Но на этом всё. Ради динамики покупать игру, ну, вряд ли мы сейчас захотим. Я лично, например, не захочу. В общем, такая вот оценка. Далее, друзья. Переключаемся в следующую страничечку и смотрим новые игры. Pixel Shooter. Вот ещё одна игра, про которую мне потом будут говорить, что, Джет, ты не прав. Классная игрушка. Ты оценил её плохо и ты вообще нечестно всё оцениваешь. У тебя предвзятая оценка. Да, ребят. Я оцениваю всё всегда нечестно. 2D-платформер с элементами шутера стоимостью 44 рубля. Опять всё зачем-то приписали приключение. Не пойму зачем. Игра находится в раннем доступе. Игра для одного человека. Ну, вот, кто хочет, друзья, играйте. Вот вам, пожалуйста, уже игра в раннем доступе. Кто считает, что у игры есть будущее, вы можете на неё подписаться, приобрести. И поверить разработчику на слово. Я прекрасно вижу, что ничего лучшего здесь не будет. Pixel Shooter. Моя оценочка шлак. Далее. Escape from Bio Station. Давайте посмотрим. Побег с биостанцией, да? Ну, вот, что-то есть смешное в этом. Давайте заценим видосик. Тут уже промо-ролик. Реально можно попробовать посмотреть. Что он, правда, нам даст, я не знаю. Давайте оценивать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, такой вот кусок геймплея, который нам вырезали специально, чтобы мы могли его заценить. Собственно, я опять-таки, вот это ещё одна игра из разряда, когда мы видим, что есть какая-то задумка у игры, да? И автор постарался сделать что-то вроде как маленький робот, пытается кого-то то ли спасти, то ли с кем-то убежать, и на него нападают большие роботы. И есть вроде бы попытка создать атмосферу, причём неплохую. Но это всё. Больше нет ничего в игре. Вот сотики пишут, из бесплатных кусков, что ли, насобирали графон. Интересно, что за пресеты по умолчанию встроены во всякие 3D-конструкторы. Вот, пожалуйста, более опытный человек, да, который немножечко ближе знаком с пресетами, с конструкторами для создания игр. То же самое мнение высказывает, ребят. Игра визуально ничего из себя не представляет, к сожалению, к моему большому сожалению. При этом у неё вроде бы есть задумка. При этом задумка интересная, то, что маленький робот путешествует. Мне сразу вспоминается игра Tyler Model 005, если вы помните, да, у меня был обзор, кстати, скоро начнутся стримы по этой игре. Там точно так же приключения маленького робота, точно так же. Но, блин, сравнить эти игры просто невозможно, потому что насколько красивая ретро-графика. То есть графика современная, но полностью сделанная, стилизованная в ретро-стиле. И вот это, ну, я не могу это поставить в один ряд совсем. Даже близко, даже временно. Просто посмотрите, да, вот на эту фигню, и вы всё поймёте, что здесь автор... Он, наверное, просто старался что-то сделать, попробовать что-то сделать. Но зачем это тогда размещать в Steam на продажу? Ну, хотя, если бы она была бесплатной, у меня, наверное, отпали бы эти претензии, но игра стоит 169 рублей. 169 рублей, друзья, простите меня, да, но это жесть вообще. Разработчик заявляет, что это экшен, приключения и инди. Приключения и экшен, ну, согласен, хорошо. Вот здесь слово приключения подходит. В наличии только английский и русского нет, игра для одного человека. Ну, в общем, моя оценочка, вот Escape from Biostation, моя оценка шлаг. Я хотел бы поставить ей среднюю оценку, да, сказать, что туда-сюда, ну, может сойти, по там, не знаю, под чай горячий или под кофе. Но, нет, ребят, я такое вам советовать не могу со своей стороны. И даже если бы мне игра эта попала бесплатно в руки, мне кажется, она даже в обзоры у меня бы не попала, потому что, ну, слишком плохо. Escape from Biostation, моя оценочка шлаг, к сожалению. Михаил спрашивает, а что там, ранний доступ? Насколько мне известно, да, до сих пор ранний доступ находится. Игра, я имею сейчас, Tyler Model 005. Скорее всего, там до сих пор ранний доступ. Надо будет сегодня, кстати, чекнуть. Я смотрел последний раз, примерно, недели три назад, четыре. Вроде был еще ранний доступ, надо сегодня еще будет посмотреть. Следующая игра у нас Pixplot. Вот так она называется, и судя по скриншотам, мы... А, мы уже это видели, игру, она у нас попадала в ранний... Точнее, в обзор, а не в ранний доступ, мы ее смотрели. Далее, VR, DLC и Aether Space. Вот такое название. Aether, нет, Aether, или Aether все-таки. Aether Space, блин. Очень сложные названия порой бывают. Мой слабый английский страдает и хромает в эти моменты. Что-то как-то не вдохновляет, но вроде бы есть на что глянуть. Давайте посмотрим промку по-быстрому. Музыка. 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 Что-то здесь есть, вот именно в плане боевки, немножечко от старой доброй игры Master of Orion. Только там она была совсем пошаговая, а здесь, я так понимаю, она в реальном времени происходит, эта битва. Но, и вот сейчас я не могу сказать даже, что это шлак, потому что, в общем-то, в этой игре немножечко есть чего-то интересного. Я, правда, не могу сказать точно, чем она цепляет, скорее, вот неплохой такой, хотя и посредственной рисовкой для самих кораблей. Ну, и боевка динамичная, и все, вот все, что есть в этой игре. Атмосфера нарисована не очень, и... В общем, все, я даже не знаю, за что здесь зацепиться. Я не могу ни поругать, ни похвалить эту игру, она ничем не выделяется. Ну, вот отдельный, наверное, плюс за то, что автор как-то продумал, все-таки сделал более... Более понятным, что ли, вот этот интерфейс корабля, выбора корабля и его скиллов. Здесь хотя бы есть на что посмотреть, и это все. Сотики пишут, такое чувство, что идей натырили из одной очень хорошей игры. Да, но в последнее время в основном так и происходит. Автор пишет, что это бесплатная игра и стратегия. Вот, вот, пожалуйста, вам. Сразу обрубает некоторые хвосты. В наличии только английский, русского языка нет, игра для одного человека, есть мультиплеер по сети, и она еще и кроссплатформенная. В общем, за счет того, что игра бесплатная, у меня часть претензий к ней отпадает. Когда игры выходят на халяву, даже если они очень плохие, это означает, что автор не пытается перебарщивать, и есть возможность поиграть, потрогать, посмотреть. И если захочешь, поддержать автора. Если не захочешь, не поддерживаешь автора. Почему? Ну, потому что такие игры продавать нельзя, по идее. Здесь, конечно, есть expansion packs, 129 рублей, то есть, я так понимаю, какое-то особое дополнение к этой игре. Но, честно, я не вижу того, что здесь можно продавать. Вот на халяву такая игра из разряда, как я уже часто говорю в выпусках из разряда, я попробовал, вы оцените, то есть, я как разработчик попробовал что-то создать, оцените мою работу, напишите критику, свой фидбэк, и я смогу в следующий раз сделать лучше. Вот это хорошая идея. А если это просто тупо продавать, то я бы сразу сказал, что это просто шлачина. Но вот за счет бесплатности я этой игре поставлю оценочку туда-сюда, ближе к шлаку, но есть смысл попробовать абсолютно на халяву, но с условием обязательно писать фидбэк, обязательно писать фидбэк автору, чтобы автор научился на своих ошибок, и может быть, следующая игра у него будет чуть лучше, чуть симпатичнее, чуть динамичнее, чуть интереснее, и она будет достойно уже иметь какую-то минимальную, но стопроцентную плату. Вот я мыслю примерно так, можете со мной, конечно, не соглашаться. В общем, Aether Space, моя оценочка, туда-сюда, ближе к шлаку. Далее у нас идет To the Light, название игры, не была ли она у нас уже в обзоре? Это игра художественно-пиксельном стиле на выживание с элементами фильмов ужасов. Художественно-пиксельный стиль. И опять порнография. Как я не люблю намеки на эротику, намеки на детскую эротику, я терпеть не могу порнографию в играх. Органически это не перевариваю, ребят, вы, конечно, можете со мной поспорить, что Джет, ты типа дурак, все круто, когда девчонки и сиськи. Я не говорю, что не круто, когда девчонки и сиськи, я говорю, что хватит пихать это везде. Ну, реально, вот слушайте, я живу на этом свете уже, сколько, 35 лет, да? Я настолько на это насмотрелся, что это бесить уже начинает. Потому что одно дело, когда вы это видите в реальности, и рядом с вами девушка, которая, да, вам нравится, и вот это все, но оно у вас, вот, не знаю, ну, справа там, или слева, или перед вами. Но совсем другое дело, когда ты хочешь найти игру, а тебе это пихают в игру. Ты хочешь посмотреть фильм, тебе пихают это в фильм. Ты хочешь посмотреть просто новости или найти музыку интересную, послушать. А тебе это еще и в музыку пихают. Вы меня простите, но это переборы, этого настолько много, меня часто спрашивают, что ты бомбишь, тебе не нравится, типа, девчонки с сиськами. Я бомблю от количества, ребят, это уже переборы, этого чрезверно много. Эти присытили просто рынок. Это, это много, очень. В общем, To The Light сразу, моя оценка шлак, и мне плевать даже, что эта игра крутая, за счет того, что здесь девчонки сиськи, и игра пытается привлечь к себе внимание именно полуголыми, полуобнаженными женщинами. Нет, нет, привлеките нас качественным контентом, привлеките нас интересной графикой, привлеките нас интересным сюжетом. Не надо нам голые сиськи сувать. Если я захочу посмотреть голые сиськи, вы меня простите, я пойду на brothers.com и посмотрю голые сиськи. Вот. Ну, а еще лучше, мне будет проще подойти к моей девушке и будут вам голые сиськи. Вот и все. Да, Миш, я согласен, но когда речь идет только о реальности, в реальности сисек голых много не бывает. В реальности, ребята, пожалуйста, не путайте вот этот виртуальный игровой мир и реальность. Вот в реальности, да, в виртуальном мире ни хрена подобного. Далее, меня бомбануло, ребят, я извиняюсь, но меня реально бомбануло. Далее, Fantasy Mosaic 15, Ancient Ancient Land. Да, это мозаики какие-то, что ли? Головоломочки, ну-ка. Давайте заценим. Головоломки, головоломки. Кстати, не очень хорошо нарисованы, даже плохо нарисованы, к сожалению. А было бы здорово, если бы головоломка была нарисована прям красиво, прям автор бы постарался. Скажите мне, как можно плохо нарисовать головоломку? Ну вот серьезно, смотрите, вот здесь уберем правую панель вообще. Вот мы посмотрим сейчас только в середину с вами. Здесь вообще, в принципе, ничего нет, вообще ничего в этой игре нет, кроме квадратиков цветных. Как можно плохо нарисовать квадратики цветные? Ну, объясните мне, пожалуйста. Вот почему нельзя зайти в магазин, взять либо бесплатный, либо купить самый дешевый, нормально нарисованный, качественный ассеток фигурок, блин, геометрических фигурок и использовать это здесь. Жесть, меня бомбит. Вы меня извините, меня бомбить начинает. Я просто не понимаю, как можно сделать простое плохим. Я могу понять, не достигнуть уровня 3D, точнее, ААА проекта. Да, я могу это понять. Но запороть создание квадратиков цветных или точечек вот этих. Разработчик пишет, что это казуалка и инди. В наличии только английский, русского нет, игра для одного человека. Стоимость, стоимость игры 174 рубля, скидка 30%, без скидки 249 рублей. Вот за это говно у нас просят 250 рублей. Фэнтези Мозаикс 15, Энсент Лэнд. Моя оценка шлак. Так, Михаил спрашивает, куда делись мягкие игрушки с кресла? Ну, они обедают, кушают, будут попозже. Не на каждом же стриме их ставить. Цотики пишет, злой у тебя автомод, даже не понимаю, на какое слово он ругается. Ты про что, цотики, дружище? Я сейчас не понял. Ты, наверное, про автомод в чате, ты имеешь ввиду? Или про что? Я не понял. Поясни, пожалуйста. Далее у нас идет DLC-шка, VR, DLC-шка и VR. А дальше начинаются те все игры, которые мы с вами видели. Потому что Infinite Mass, я помню. NOS GOES, я помню. Planet of Wars. Все, друзья, это все игры, которые у нас сегодня появились на платформе и которые являются новыми. Там игра про мехов ниже. Вообще-то все, что было, мы рассмотрели еще в прошлом обзоре. Так что здесь игры про мехов нет. Мех Ace Combat, пишет Миша. Она VR, Миш. Она VR, к сожалению, я не могу рассмотреть. Он пишет, что она типа VR, но можно же глянуть. А зачем смысл насмотреть VR-игрушки, если мы пропускаем все VR-игры и вдруг мы посмотрим одну VR-игру? Миш, это нелогично будет. Нет, мы этого делать не будем. Это неправильно. Так, в чате, конечно, я сообщение написал, а он мне кулак по морде и говорит такой AfterMod, hey, your message is bind-checked by mods and has not been sent. Может быть, это была ссылка от сотники. Может быть, там был какой-то намек на грубое слово. Может быть, как часто бывает в автофильтрах, он нашел кусок слова и посчитал, что это грубое слово. Я не знаю, не могу тебе пораду сказать. Ты можешь попробовать заменить это слово, какое-то сомнительное, или перефразировать свою речь. В общем, друзья, надеюсь, вам понравилось. Это был 33-й выпуск рубрики новинки в Steam. Да, я сейчас скажу всем, кто мне часто пишет критику в формате Джет, почему у тебя не 5 минут рубрика? Друзья, эта рубрика никогда, никогда не будет 5 минут. Никогда я не буду писать для нее сценарий. Никогда я не буду записывать и монтировать после этого промо-ролики. Потому что я не блогер, я стример, делаю я все вживую. Кому это не нравится, друзья, пожалуйста, просто не заходите на мой канал. Хотя на вашем месте я бы просто пересмотрел понимание в голове и отношение к блогерам и отношение к стримерам. Потому что это все равно, что прийти в булочную и сказать, что у них хреновое мясо. Друзья, это булочная, это не местная лавка. Должны вы понять разницу. Все равно, что прийти в кафе и сказать, что у них хреновый ночной клуб. Ребята, кафе и ночной клуб это не одно и то же. Вот то же самое, вы сравниваете меня, вы сравниваете дайджесты. Трех-пятиминутные дайджесты на каналах с моей рубрикой новинки стима. Это не одно и то же, ребяточки. Совсем не одно и то же. И никогда это не будет похожим. Поймите, пожалуйста, я очень надеюсь на то, что большинство из моих зрителей все-таки адекватные и внятно соображающие и внимательные люди. И давно уже поняли за более чем полугода моих стримов, что я не делаю блоги. И я не делаю записи на 5 минут. Нет, ребят, такого не бывает. У нас есть один концепт, который мы хотим внедрить в ближайшее время на канал, где будут коротенькие 5-минутные ролики. Но пока это всего лишь концепт. И это не будет какая-то рубрика. Это не будет какой-то сценарий. Это просто есть одна идея для того, чтобы больше вам интересного предоставить и привлечь новую аудиторию. Об этом я расскажу как-нибудь потом, когда этот концепт дойдет до дела. Сейчас я не вижу смысла об этом говорить. Цотики пишет, я не знаю какое. Игорь Кондратьев, продолжай в том же духе. Кому не нравится, пусть не смотрит, а мы с супругой стараемся не пропускать. Спасибо большое, Игорь, за поддержку. Цотики, я не знаю, что тебе сказать, дружище, честно. Я не знаю, как фильтрует автомод. Какие слова он считает хорошими, какие плохими. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Не буду затягивать болтовнёй. Подписывайтесь на мой Твитч и Ютуб канал. На Ютубе нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещения во всех новых видео и трансляциях, которые появляются на канале. Кстати говоря, о Ютубе, ещё раз отвечаю на вопрос. Часто меня спрашивают очень в последнее время, когда наконец-то ты уже вернёшься с трансляциями на Ютуб. Друзья, я вернусь с трансляциями на Ютуб 20 или 21 июля. Почему именно в эти числа, почему у меня до 20 июля нет там трансляций, я расскажу вам. Я думаю, на этой неделе я сделаю рубрику, хотя не, скорее всего, на следующей неделе, в среду, я сделаю в очередной раз выпуск общения со зрителями. И расскажу вам о том, какие у меня были приключения на Ютубе, по какой причине я с Ютуба временно вообще перешёл на другие площадки, зачем вообще мы тестировали другие площадки. И самое главное, я расскажу вам, какие у нас сложились выводы о других площадках, но об этом потом. Вступайте в мою группу ВКонтакте и на платформе Steam. Все ссылочки, ребяточки, есть в описании, если вы захотите поддержать мой канал копеечкой, любая копеечка идёт в развитие канала, я вам прям гарантирую, ну и вы и сами это знаете, вы ведь видите рост канала шаг за шагом. То все ссылки для способа задонатить точно так же, ребят, есть в описании, я специально их каждый раз оставляю, поэтому вы можете заглянуть на любом из каналов, найти, как поддержать нас, любым удобным для вас способом. С вами был JetPot90, буквально через час-пятнадцать минут вас ожидает стрим по игре Battlegrounds, PlayerUnknown's Battlegrounds, и это будет в восемь вечера по Москве, а в десять вечера по Москве стрим по игре Dreadnought, поэтому присоединяйтесь, сегодня будет очень много экшена, будет просто немеренно мочилово, рубилово, и мне кажется, эти игры очень сильно вам интересны. Ну, у меня складывается, по крайней мере, такое мнение. В общем, ребяточки, увидимся с вами чуть больше, чем через час. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok